ВОСТОК ТРАНСИМПОРТ От начала и до конца 100% юридическая гарантия И помощь в получении и установке терминалов Эроглонас Кнопки на автомобиле выдаются Оперативно и без задержек ВОСТОК ТРАНСИМПОРТ Только лучшие машины Звоните 290-69-65 Всем привет! Добро пожаловать в Автомир! У меня есть для вас две новости Одна так себе, вторая в БОП Первый отпуск закончился Вторая, это значит, что мы снова в эфире И будем продолжать вас знакомить С крутыми тачками и самыми интересными Автомобильными событиями Которые происходят в нашем городе и крае Меня зовут Дмитрий Семенюк Усаживайтесь поудобней И вот какие темы ожидают вас в нашей сегодняшней программе Электронный полис ОСАГО поможет сэкономить время, если страховщики не хотят идти вам навстречу Где его взять и как оформить в пользование Тюнингуйся, как тюнинг автомобиля может помочь решить технические проблемы у возрастных автомобилей с пробегом Самый главный трансформер автомобильного мира Тест-драйв Шевроле Камара пятого поколения в рубрике «Автомобиль номера» А также байкер-каскадер, попавший в ДТП в районе Шамары Автомобилист, мастерски посушивший горящую машину на автозаправке во Владивостоке А также сочное ДТП в Спаске Дальнем В нашей постоянной рубрике «Автоэкшен» Мы начинаем! В последнее время автолюбители, у которых возникла необходимость застраховать машину Сталкиваются с различными трудностями при обращении в свою компанию Страховщики начинают искать предлоги для отказа в заключении договора об ОСАГО Конечно, можно обратиться в другую компанию Но далеко не факт, что там вас застрахуют В такой ситуации есть выход Электронный полис ОСАГО Который можно сделать через интернет, не выходя из дома Как это работает, расскажем в нашем следующем сюжете Обязательное страхование автогражданской ответственности К этому продукту многие страховые компании потеряли всяческий интерес За последние 3-4 года страховщики выяснили, что их портфели ОСАГО убыточны И они якорем тянут их на дно Рядовые автомобилисты уже почувствовали это на себе Все чаще в офисах страховых компаний можно услышать отказ на заключение договора ОСАГО Самые распространенные виды отказов при заключении договоров Это год выпуска транспортного средства Стаж водителей, то есть страховые компании не любят брать молодых водителей И возраст водителей То есть некоторые страховые компании требуют, чтобы возраст водителей был даже от 30 или от 35 лет То есть не любят молодых водителей Здесь стоит отметить, что все эти уловки страховщиков незаконны и не имеют юридической силы Но страховая компания, если захочет, вполне легально может затянуть процесс страхования так, что вы и сами не станете у них страховаться Есть компании, которые, если вы будете настаивать, они скажут, да, конечно, вы имеете право настаивать Но вот мы вас сейчас поставим в очередь, у нас сейчас нет бланков То есть если они вас не хотят страховать, они вам придумают другие причины Приходите через 30 дней, и мы рассмотрим ваше заявление К сожалению, законом не урегулирован вопрос, в какие сроки страховая компания должна заключить с вами договор Если в своей страховой компании вы получили отворот-поворот, выход есть Застраховать машину через интернет онлайн С 1 января 2017 года наличие сервиса по продаже электронного полиса Стало обязательным требованием для всех организаций, предоставляющих услуги по оформлению ОСАГО По данным Российского союза автостраховщиков, за неполный год этой услугой воспользовались более 300 тысяч автомобилистов Все дело в том, что в случае электронного страхования компания никак не сможет вам отказать Или навязать дополнительные услуги по страхованию жизни или жилища Итак, вам нужно зайти на сайт ОСАГО, где есть прямые ссылки на сайты страховых компаний Выбрать интересующего страховщика, заполнить поля с вашими паспортными данными, водительским удостоверением и документами на машину Затем страховщик должен прислать вам пароль от личного кабинета, где вы заполните соответствующее заявление и произведете оплату Оплатить электронный полис ОСАГО можно онлайн при помощи карты или через банкомат Причем цена на бумажный и электронный полис должна быть одинаковой После оплаты компания присылает вам форму бланка на электронную почту Выглядит она, как и обычный бланк ОСАГО и имеет типографическую серию Вместе с полисом к вам на электронную почту придут и все приложения, которые требуют закон А это памятка страхователю и электронная копия квитанции об оплате Вам нужно только отправить полис на печать Электронный полис ОСАГО имеет такую же юридическую силу, как обычный бумажный Но с его получением не все так просто, как прописано в законе Очень много автомобилистов, которые хотели оформить полис онлайн, так и не смогли этого сделать Бывает, что система банально виснет По информации нашего агента, ей не удалось за последнюю неделю приобрести ни один полис страховой компании Ну, электронный полис страховой компании, которая была бы представлена в нашем регионе Все время переброска автоматическая идет на сайте тех компаний, которые в нашем регионе не представлены Разумеется, автомобилисты это не устраивают, им не нужен полис компании, которая здесь нет ни филиалов, ни представителей, ни офисов По закону компании должны обеспечить бесперебойную работу своих сайтов и размещать уведомления о плановых технических работах На главной странице не менее чем за сутки до их начала Оформление электронного полиса ОСАГО не должно занимать более 30 минут Но если на сайте компании проблемы с онлайн-страхованием, то есть система либо зависает или работает криво Можно обратиться с жалобой в Центробанк, которая обяжет страховщика навести порядок у себя на портале Пока система электронных полисов несовершенна, но абсолютно все специалисты уверены, что за ней будущее За рубежом ливийная доля страховых полисов продается через интернет Почему, спросите вы? Да потому что это очень удобная схема, которая исключает любых посредников А преимущества этого даже не стоит объяснять Тюнинг автомобиля Он способен сделать вашу машину не только эффектней или быстрее Он вообще может вдохнуть в нее вторую жизнь и решить часть технических проблем на возрастных авто с пробегом Особенно если оригинальные запчасти на эти машины больше не производятся Подробнее об этой теме расскажем прямо сейчас АGS Эти три буквы хорошо знакомы всем поклонникам автоспорта во Владивостоке и Приморском крае Это автомагазин, который уже долгое время обеспечивает автогонщиков всеми необходимыми автозапчастями и элементами тюнинга, без которых гоночный автомобиль не построит Давно хотел вам о нем рассказать и вот наконец-то предоставилась такая возможность Днепровское 90 строение 1 Этот адрес знают все местные автогонщики Ведь магазин АGS очень тесно сотрудничает с приморскими автоспортсменами В частности Александр Михайлов и Алексей Несмен уже несколько сезонов используют запчасти от сети магазинов автомобильного тюнинга АGS и вместе с ними показывают хорошие спортивные результаты Но даже если вы не матерый автогонщик, а рядовой автолюбитель, вы все равно найдете здесь массу полезных для себя вещей К примеру, это касается владельцев автомобилей с пробегом, впускная система которых в силу времени уже наверняка далека от идеала Марки Чайзеры Сильвии Скайлайн Все эти модели до сих пор популярны у молодежи Причем большинство этих тачек сейчас переживает второе поколение своих хозяев и пробегали по нашим дорогам по 10, а то и 15 лет Заказать впуск на такую машину нереально Но в АGS есть отличная альтернатива Силиконовые трубки и впускные патрубки, из которых можно собрать систему впуска двигателя заново И ваша машина снова вздохнет в полной груди Также в магазине АGS большой выбор алюминиевых радиаторов Как на машины с пробегом, так и на свежие модели Стоят они дешевле, чем оригинал, но по качеству не уступают им ни в чем На самом деле алюминиевые радиаторы даже надежнее Подсоединить все можно при помощи тех же силиконовых патрубков Они не рассыхаются со временем, как резиновые, поэтому срок их службы гораздо дольше Сегодня силиконовые элементы системы впуска существуют и для многих отечественных машин В АGS можно найти подобные запчасти на автомобиле Жигули, Нива или УАЗ Есть решения для грузовиков, например КамАЗ Если нужно заменить элементы впускной системы или системы охлаждения Огромный выбор алюминиевых труб и силиконовых патрубков вам в помощь В наличии разные размеры и любые цвета Теперь поговорим о выпускной системе автомобиля Магазин АGS предлагает как готовый штатный выпуск, так и отдельные его элементы Для тех, кому хочется, так сказать, заморочиться самому и получить эксклюзивный вариант на выходе Систему выпуска автомобиля при желании можно собрать самому В магазине АGS для этого есть все необходимые элементы из высококачественной нержавеющей стали Бочки, трубы различных диаметров, отводы, а также фланцы и различные резонаторы А еще в АGS вы найдете элементы для ходовой части Системы зажигания, трансмиссии, различные датчики, элементы топливной системы, насосы и бензобаки, распорки и каркасы безопасности Последние, кстати, вообще отечественного производства сделаны на собственном заводе в Сибири Здесь все собрано на специализированных стендах, так сказать, для наглядности Можно все потрогать и задать специалистам интересующие вас вопросы В магазине АGS гибкая ценовая политика Здесь он всегда предложит три варианта запчастей Те, что подешевле китайского производства Золотая середина, фабричный Тайвань и Россия Ну и запчасти высший класс Те, что производства Японии и США Так что, есть над чем подумать Особое место в экспозиции магазина Jazz занимает отдел со спортивной экипировкой Спортивные кресла известных фирм с боковой поддержкой Шлемы, гоночные комбинезоны, перчатки и ботинки для автоспорта В общем, будущих гонщиков здесь оденут с ног до головы А действующих спортсменов переоденут в случае необходимости Есть экипировка с амологацией, то есть пропитана огнеупорным составом Так и простые костюмы, не имеющие огнеупорной защиты В общем, в магазине АGS даже рядовой автомобилист найдет для себя много полезных вещей И даже если хотите, сделает массу приятных открытий Девушек это, кстати, тоже касается Стильные автоаксессуары не оставят равнодушными ни одну автоледи Заходите на сайт ajs.su и весь ассортимент магазина будет у вас как на ладони Ищите, выбирайте, заказывайте Возможно, доставка в другие регионы Наш сегодняшний гость рубрики «Автомобиль номер» По-настоящему культовый автомобиль в США Он не просто самый продаваемый спорткар в Штатах Он настоящая кинозвезда Эту машину сняли в Голливуде столько раз, что не хватит пальцев обеих рук, чтобы пересчитать его роли О главной гордости автоконцерна General Motors расскажем прямо сейчас 11 августа в истории американского автомобилестроения можно считать знаковой датой В 1966 году именно в этот день с конвейера завода в Норвуде штат Огайо сошел первый Chevrolet Camaro Ему было суждено стать одним из самых великих автомобилей в США Chevrolet Camaro сразу окрестили пожирателем лошадей Ведь с его выпуском в массовое производство компания General Motors оттяпала половину рынка в сегменте спорткаров У своих главных конкурентов из автоконцерна Ford, который уже как два года вовсю продавал свой легендарный Mustang Со временем машина неоднократно подвергалась рестайлингу и современной модели Camaro отличается от своих предшественников К нам на тест попало пятое поколение этой марки Chevrolet Camaro 2014 года выпуска Пик популярности этого автомобиля пришелся на 2007 год, когда вышла первая часть голливудского блокбастера «Трансформеры» Об этом автомобиле мечтал тогда каждый ребенок, каждый мальчик и каждая девочка мечтала в нем прокатиться Желтый цвет среди поклонников Chevrolet Camaro ценится больше всего Настолько, что люди готовы даже переплачивать И это все благодаря персонажу фильма «Трансформеры» по имени Бамблби, который маскировался именно под эту машину Оттенкой Ялл Субмарин Эти автомобили у GM разлетались лучше, чем горячие пирожки А в каждом желтом Camaro дети до сих пор видят своего любимого робота из фильма Бамблби Глядя на Chevrolet Camaro, понимаешь, что киношники знают толк в крутых тачках Наш экземпляр выглядит очень эффектно Злобные фары выглядывают из-под длинного капота Рубленные формы задних крыльев и насечки перед арками в виде акульих жабр держат вас в напряжении А вдруг из нее выпрыгнет тот самый «Трансформер»? Задняя часть по сравнению с прошлыми моделями тоже подверглась переделке Ну вот, стопики стали гораздо уже Если раньше версия была с более широкими квадратными отделениями То сейчас они сузились, стали светодиодами В принципе, изменений немного внешне Наша машина оборудована спойлером Стандартной выхлопной системой И 20-ти дюймовыми легкосплавными дисками А теперь давайте заглянем в салон Camaro Скажем прямо, изнутри эта машина смотрится не так круто, как снаружи Дизайн салона спартанский Кресла кожаные, перфорированные, с боковой поддержкой Хотя сделаны они явно подгабаритных американцев Среднестатистически русский будет болтаться в них на крутых поворотах Ну вот, мы и в салоне Что же здесь изменилось? В первую очередь изменился сам руль Он стал немного другой По моему мнению, более удобный Появились подлепестковые переключатели Более современной стала торпеда Точнее, центральная консоль Здесь появился ЖК-дисплей На котором уже есть и телефон, и управление печкой В общем-то, все выводится на него Современно, стильно, молодежно Когда сидишь за рулем комара, не покидает ощущение, что сверху на тебя давит низкая крыша Высоким людям, чтобы не упираться головой в потолок, придется повозиться с электрорегулировкой кресла Хотя пространства все равно будет маловато Но привыкнуть к этому можно Точно так же, как придется привыкать к расположению ручника Ручной тормоз находится почему-то в не очень удобном месте Для водителя удобнее с этой стороны, но он почему-то стоит в стороне Не знаю, для чего это Почему именно так, но это именно так Приборная панель нашего комара исполнена в космическом стиле Квадратные шахты спидометра и тахометр глубоко утоплены Хотя сами циферблаты привычной формы То есть круглые, показания спидометра по умолчанию в миле Хотя в настройках можно установить и километры Также передо мной на стекле есть проекция И очень удобно, когда ты едешь по трассе Надо контролировать свою скорость, тахометр и смотреть в каком положении находится эта коробка передач Сзади сиденья, наверное, только для детей Под капотом у нашего Chevrolet Camaro установлен двигатель V6 с рабочим объемом 3,6 литра и мощностью 328 лошадиных сил Это самая безобидная комплектация машины RS Но в линейке Camaro присутствуют экземпляры 6-литровых моторов и стабунов 430 лошадиных сил А также самая лютая версия ZL1, оборудованная суперчаржером и мощностью в 700 кобыл Ускорение посредственное, потому что, ну, все-таки от спортивного автомобиля ожидаешь больше крути Хоть и автомат сейчас ты используешь в спорт режиме 20-е колеса, и при этом ты не чувствуешь, что действительно 20-е Машина глотает ямки, очень информативно Как будто мы едем в обычном седане, причем достаточно люксовом Единственное, шумоизоляция, конечно, в машине оставляет желать лучшего Chevrolet Camaro классический заднеприводный спорткар В нашем распоряжении имеется автоматическая коробка передач Хотя в более заряженной версии этой машины устанавливают и механику Может быть, поэтому разгоняется он не так бодро, как хотелось бы Машина тяжелая, и для того, чтобы таскать ее вес, по всей видимости, нужно больше лошадок 1600 кг веса, это очень много для спортивного автомобиля Наверное, поэтому, в принципе, Chevrolet Camaro не так часто используется в автоспорте Это больше, наверное, автомобиль для стиля, потому что внешне, конечно же, он выглядит потрясающе Еще один минус Camaro, который бросается в глаза – плохая обзорность Это касается как узких боковых стекол, так и зеркал заднего вида, которые сужены до неприличия Выезжать с кольца очень неудобно, задняя стойка перекрывает прям видимость полностью, обзорность И очень неудобно выезжать, потому что практически вообще ничего не видно Из бесспорных преимуществ Camaro отметим высокий клирец Для машины, которая позиционируется как спорткар, даже очень высокий Поэтому на ней можно безбоязненно скакать по ухабам А вообще управлять Camaro – одно удовольствие Машина прилипает к дороге, а руль наливается усилием И начинаешь чувствовать себя героем голливудского боевика Если вы живете один, вы молодой и красивый, то этот автомобиль подходит вам целиком Потому что комфорт, красота – все есть в этом автомобиле Немножечко шумоизоляции и в принципе все – можно ездить, наслаждаться За время своего существования Chevrolet Camaro стал по-настоящему культовым автомобилем Сегодня его продажа занимает 45% рынка реализации спорткара в США Все дело в том, что там Camaro относительно недорогой автомобиль Топовые комплектации стоят 40 тысяч долларов, базовые – чуть больше 20 В России же цены на Camaro с учетом курса кусаются За наш экземпляр и аналогичные модели того же года просят от 2,5 миллионов рублей Дорогая получается красота по-американски А теперь настало время для подборки автопроисшествий Которые случились на наших дорогах в прошедшие две недели Причиной сразу нескольких аварий стала большая водительская невнимательность Впрочем, обо всем по порядку Наша традиционная рубрика «Автоэкшн» Смотрим! Верх невнимательности продемонстрировал водитель автомобиля Mitsubishi Delica на острове Попова В тот день он вместе с приятелями отдыхал на пляже в бухте Пограничной Без спиртного, естественно, не обошлось Как рассказали очевидцы событий, в какой-то момент мужчина решил съездить в магазин за добавкой И переехал своего приятеля, который загорал на песке Машина проехала прямо по пострадавшему Мужчина получил серьезные травмы и нуждался в срочной медицинской помощи Поскольку единственную больницу на Попове закрыли несколько лет назад А скорой помощи здесь нет С Владивостока вызвали вертолет санавиации Сотрудники МЧС прибыли на Попов в течение часа На вертолетную площадку пострадавшего транспортировали очевидцы происшествия Стоит отметить, что когда прибыл участковый, друзья пострадавшего всячески покрывали водителя машины Заявляли о том, что не видели, как все произошло Но, к счастью, на пляже в выходной день было много других отдыхающих И благодаря им картину происшествия удалось восстановить По делу начато разбирательство А это авария с участием невнимательной хозяйки Хонды Фит и мотоциклиста случилась на улице Борисенко Все происходящее попало в объектив камеры регистратора очевидца ДТП На записи видно, как байкер движется по Борисенко в направлении остановки Новожилова В этот момент со второстепенной дороги на главную начинает выезжать малолитражка Хозяйка Фита не убедилась в безопасности маневра и не заметила мотоциклиста В результате Хонда сбила двухколесник и подмяла его под себя Мотоциклист получил незначительные травмы и отказался от госпитализации Врачи скорой дали ему обезболивающее и уехали Мотоцикл в результате ДТП потерял способность к самостоятельному передвижению Ему потребуется дорогостоящий ремонт Следующее видео снято в районе второго пляжа на Шаморе На записи видеорегистратора машины видно, как мотоциклист резво движется по дороге Когда замечает машины, выезжающие со второстепенной дороги на главную Чтобы не врезаться в иномарку, байкер положил мотоцикл на бок И его вместе со спутницей протащило по асфальту несколько десятков метров И они врезались в иномарку Молодые люди в результате аварии получили травмы Оба пострадавших госпитализированы Улица Адмирала Юмашева, район бывшего Рено-центра Здесь дорогу не поделили водители Тойоты Алион и Тойоты Лэнд Крузер На записи камер наружного наблюдения видно, как рулевой внедорожника начинает выезжать задним ходом Мужчина, видимо, думал, что никому не мешает своим маневрам Но вдруг с левой полосы на правую резко перестроилась Тойота Алион В результате машины столкнулись Прибывшие сотрудники ДПС составили схему аварии и поставили вину водителю внедорожника А это происшествие едва не привело к серьезному пожару на одной из автозаправочных станций во Владивостоке Все началось с того, что у припаркованного автомобиля марки Ниссан Кашкай внезапно из-под капота повалил черный дым Очевидцы происходящего работники заправки поспешили на помощь и пытались сбить пламя Позже подключился и сам хозяин машины Однако, судя по видео, все их усилия были тщетны, поскольку маленькие огнетушители не помогли Видимо, в суматохе работники заправки забыли, что у них около колонок стоял огнетушитель посолидней Именно им и воспользовался наш герой Молодой мужчина, вооружившись инструментом пожаротушения, мгновенно потушил пламя Мужчина рассказал, что сразу понял, что штатный огнетушитель, который мы все с вами возим в автомобиле, не справится с возгоранием Поэтому делайте выводы, господа автомобилисты Целая река бесплатного арбузного фрэша Это итог курьезной аварии, произошедшей на улице Ленинской в Лесозаводске В районе 49-го дома там столкнулись грузовик, доверху груженный арбузами и автобус От удара большой груз съехал с дороги и улетел в кусты, едва не врезавшись в придорожные гаражи Все содержимое кузова машины оказалось размазанным по проезжей части Многие арбузы пришли в негодность, те, что не разбились, растащили местные жители Те, что треснули, остается только пустить на корм скоту Водитель грузовика всего этого уже не видел, его с травмой головы увезла в больницу скорая Виновного в аварии определят автоинспекторы И это все на сегодня, смотрите Автомир на 8 канале С вами был Дмитрий Семенюк, увидимся!